Таджикистан. Режиму не удалось поднять цены на интернет. В Москве протестовали против визита Рахмона. Россия. Трудовых мигрантов обяжут оплачивать депортацию. Мамали Рахмон после широкого резонанса, вызванного поднятием цен на интернет в два раза, отменил решение о повышении цен. Об этом сообщает пресс-служба президента 23 апреля. Напомним, ранее антимонопольная служба Таджикистана своим распоряжением номер 31 от 4 марта 2019 года обязала оператора в мобильной связи установить стоимость 1 мегабайта трафика не менее 5 дирамов, без учета акциза и налогов. С 18 апреля 1 гигабайт интернета у операторов подорожал в два раза и должен был стоить не менее 62 сомании, около 6 долларов. Заместитель председателя службы связи Илхо Матоев, по всей видимости, пытался сострить и прокомментировал повышение цен следующим образом. С повышением цен на интернет люди будут грамотно пользоваться им, меньше будут играть и портить свое зрение, будут беречь свое здоровье. В которых интернет стоит очень дорого. Эксперты сразу же после обнародования решения властей неоднократно заявляли, что с учетом наличия огромного количества жителей страны, прозябающих в нищете и тратящих последние деньги на связь с находящимися в трудовой миграции родными и доступ к информации, это могло спровоцировать взрыв народного гнева и стать последней каплей, которая переполнит чашу терпения населения страны. Примечательно, что в таджикском сегменте социальных сетей после принятия данного решения можно было наблюдать бурю негодования, так как всем было ясно, что таким нехитрым способом власти, прекрасно зная бедственное положение народа, виновниками которого причем они сами и являются, пытались ограничить людям доступ к неподконтрольному им информационному пространству, тем самым надеясь снизить градус политической и религиозной активности населения. Без интернета не будет у меня работы. Кроме того, серьезное возмущение людей вызвало также и то, что крупнейшие телекоммуникационные компании, которым предстояло оказаться главными бенефициарами и получателями сверхдоходов, после поднятия цен на услуги связи принадлежат именно семье Рахмона и аффилированным с ним бизнесменам. В итоге народное негодование начало расти быстрыми темпами, дошло даже до того, что в некоторых городах появились гражданские активисты, которые начали собирать подписи в население против повышения цен на интернет. Закончилось это тем, что 24 апреля, то есть спустя менее недели после непосредственного поднятия цен, Эмамали Рахмон отменил решение о поднятии цен и демонстративно снял с должности главу антимонопольной службы, Кадирзада Сади. Аналитики отмечают, что таким образом правящий уже более 25 лет президент сделал вид, будто решение о поднятии цен не было изначально с ним согласовано и явилось чьей-то личной инициативой, после чего он якобы вмешался в ситуацию и защитил народ от произвола бездушных чиновников. Известный московский правозащитник и руководитель правозащитной организации Йордам Бахром Хамроев 17 апреля текущего года провел одиночный пикет у стен Кремля в знак протеста против визита президента Рахмона в Россию. Правозащитник держал в руках плакат с надписью «Президент Рахмон, освободи политзаключенных». Корреспондент Хабархо связался с правозащитником, который прокомментировал свою акцию следующим образом. «В самую первую очередь выйти на пикет меня побудило нынешнее отношение режима Таджикистана во главе с Эмомом Ле Рахмоном к политическому и религиозному инакомыслию. За последние 3-4 года репрессивная машина ужесточила борьбу с инакомыслием в стране. Больше всех жертвами сфабрикованных дел стали практикующие мусульмане и независимые религиозные деятели. Число жителей, находящихся в застенках режима по религиозным мотивам, возросло в несколько раз и продолжает расти. Участились случаи, когда спецслужбы России и Таджикистана похищают религиозных деятелей и активистов оппозиционных движений. По лозунгу на плакате видно, что я потребовал освобождения политзаключенных, уже несколько лет содержащихся в нечеловеческих условиях в тюрьмах Таджикистана. Напомним, что Хамроев является одним из немногих в России защитников прав как трудовых мигрантов, так и политических беженцев из Центральной Азии. Ранее, 13 декабря 2018 года, Хамроев провел одиночный пикет в защиту мусульман-уйгуров перед посольством КНР в Москве. МВД России разработало законопроект, в соответствии с которым мигрантов обяжут возмещать затраты на депортацию из РФ. Текст документа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Об этом пишет издание Росбалт. В настоящее время для мигрантов, депортированных из РФ, за счет государства, действует запрет на повторный въезд на российскую территорию. Если они не возместят затраты на высылку. А в новом проекте документа сказано, что возмещение расходов станет обязательным. Предоставлены внешним муниципальным делом МВД России в Южно-Уральске. Несмотря на то, что с каждым годом российское миграционное законодательство ужесточается, российские эксперты не перестают твердить, что без трудовых мигрантов из Центральной Азии Россию ждет экономическая стагнация из-за нехватки рабочей силы. В автобус заходите! Так в статье «Ждут ли мигранты в России перемены к лучшему?» опубликованной 17 апреля 2019 года информационным агентством Росбалт говорится, что труд мигрантов из стран значительно беднее России, с низким уровнем оплаты труда и тотальной безработицей, очень выгоден для российского бизнеса, который в лице мигрантов, не имеющих высокого образовательного ценза, получает дешевую рабочую силу и заполнение вакансий, на которые россияне не идут, а приезжие вкалывают за гроши, причем в условиях несоблюдения работодателями трудового законодательства. И сверхурочных, отпускных, больничных и так далее им, конечно, не платят, говорится в статье. «Стоять шесть административных протоколов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова